Привет всем любителям кино! Сегодняшний выпуск почти весь состоит из киноновинок. Сперва мы посмотрим заключительную часть трилогии об умных приматах в фильме «Планета обезьян. Война». Побежим по стрюю вместе с Райаном Гослингом, узнаем, каким был и как становился режиссер Жан-Люк Гадар, а закончим выпуск легкой комедии с итальянским акцентом «К черту на рога». Не потеряться во всем этом разнообразии нам поможет эксперт Андрей Русанов, поэтому начнем. Хорошего кино много не бывает. Успешная во всех смыслах франшиза про умных обезьян, кажется, обрела свое логическое завершение. История о том, как смышленые приматы хотели любви, но взялись за оружие, покорила мир. Не только сюжетом, но и правдоподобностью главных героев. Во главе восстания примат Цезарь, которому предстоит спасти свое племя от злых людей. И, как гласит латинская мудрость, если хочешь мира, готовься к войне. Действие третьей части происходит спустя 15 лет после событий первого фильма. Теперь обезьяны вынуждены жить в глубине леса и усиливать свою оборону от людей. Но человек в этом мире проявляет себя не лучшим образом и всеми силами старается присмирить восставших. Понеся потери не только видовые, но и личные, вождь приматов, бесстрашный Цезарь, бросает вызов своему главному врагу и отныне введом жажды мести. Противостояние перерастает в настоящую войну, в финале которой обезьянам и людям предстоит решающий бой. Именно он определит, кто будет править на земле – обезьяны или люди. Режиссер фильма Мэтт Ривз еще во втором фильме привнес в сюжет почти шекспировскую драму. Увидеть заключительную часть трилогии можно в VIP-премьер. А кому в фильме хочется сопереживать больше – людям или обезьянам – знает наш эксперт Андрей Русанов. Благодаря совершенно гениальной игре Энди Серкиса, который сыграл, собственно, главную макаку Цезаря, и под производительством которого обезьяны совершили прорыв, переворот, революции в данной части уже и войну, к третьей части приобрел эпический размах полноценной драмы с редкими, но очень атмосферными сценами экшена, зимнего такого, и, конечно же, с феерически злобным Води Харрисоном, который умеет это играть. В далеком 1982 году Ридли Скотт подарил миру картину, которая в одночасье изменила представление фантастики в кино. Называлась она «Бегущий по лезвию» вместе с Харрисоном Фордом. Скотт не просто экранизировал книгу Филиппа Дика, но создал свой собственный мир будущего. Спустя 35 лет на экраны вышло долгожданное продолжение. В режиссерском кресле прославленный Дэнни Вильнев, который, как и Скотт, умеет мыслить масштабно. В недалеком будущем мир будут заселять не только люди, но и репликанты — искусственно созданные существа. Их задача — обслуживать человека и выполнять самую грязную работу. Спустя 30 лет после событий первого фильма главный герой-офицер полиции Кей занимается поиском сбежавших репликантов и невольно узнает правду, которая оказывается больше него самого. Найденная секретная информация переворачивает мир с ног на голову. Кею в исполнении Райана Гослинга необходимо найти Рика Деккарда, бывшего офицера полиции, задававшегося тем же самым вопросом «Кто или что я такое?». Дэнни Вильнев дарит зрителю фильм не просто умно выстроенный, но и являющийся настоящей усладой для глаз. Долгий продакшен, основательная проработка сценария и трепет в отношении первоисточника — все это дало свои плоды. Результат — фантастика, которую мы любим и на которой выросли. Увидеть всю эту красоту своими глазами можно в видеотеке «Домору». Стал ли фильм достойным продолжением культовой первой части, расскажет Андрей Русанов. Монументальный, шедевральный, невероятной красоты сиквел, который в совершенно несовременном ритме снят и сыгран. То есть он очень неторопливый, но безумно созерцательный. То есть в любом случае, если вам любопытно, как можно продолжить в наши дни историю фильма, вышедшего в 82-м году, это вот самое то. С днем рождения! Спрос на все винтажное коснулся не только мира моды, но и мира кино. Прямиком из Канн фильм «Молодой Гадар» расскажет про непростой этап в жизни легендарного режиссера, который взял на себя слишком много. Начал съемки нового фильма, влюбился в свою же актрису и оказался на гребне новой волны французского кино. Режиссер Мишель Хазанавичус не в первый раз вглядывается в прошлое. Мировой успех и «Оскар» принесла ему картина «Артист» про наступление новой звуковой эры кино. На этот раз режиссер вновь снимает историю про смену времен. Его новая работа «Молодой Гадар» — не банальный боепик о становлении гения, а попытка сделать целый срез той эпохи, которая ушла безвозвратно. Но прежде изменила язык кино и подарила ему новую волну. По сюжету фильма Гадар только начинает съемки картины «Китаянка» и без ума влюбляется в свою музу Анну Веземски. Герои женятся, но личное благополучие сменяется профессиональным провалом. Фильм не принят зрителям. «Молодой Гадар» здесь не столько фигура частная, сколько лицо эпохи — голодный, дерзкий, жаждущий свободы. Эффект усиливается на фоне студенческих бунтов 68-го года, в которых Гадар черпает поддержку и вдохновение. Окунуться в бунтарскую Францию прошлого века можно с видеотекой «Дом.ру». Наш эксперт Андрей Русанов точно знает, удалось ли режиссеру Хазанавичусу повторить успех своего же артиста. То есть это в любом случае, если вы синефил киноман и интересуете, и знаете, кто такой Гадар, не понаслышке, вас это точно заинтересует. Снимать о маленьком человеке в руках большой судьбы имеют не только французы, но и итальянцы. Картина к черту на рога, в меру ироничная, в меру отвязная комедия положений. В центре истории госслужащий Кеко, привычный мир которого рушится просто в одночасье. Как отбросить прошлое и открыться навстречу будущему, смотрите в нашем обзоре. Кеко 15 лет жизни подарил управлению охоты и рыболовства. Несложная работа радовала Кеко приятными бонусами и стабильной зарплатой. Но в один злополучный день стабильности пришел конец. Желая не попасть под сокращение, Кеко отправляется в командировку к черту на рога. А если точнее, на Северный полюс. Казалось бы, такой поворот судьбы должен был сломить нашего героя, но Кеко проявляет себя иначе. Вместо того, чтобы жаловаться на жизнь, герой смело движется ей навстречу, ведь побеждает, как известно, тот, кто не сходит с дистанции. Кстати, фильм может похвастаться статусом самой успешной итальянской комедии всех времен. Проверить это смелое заявление можно в видеотеке Домру. А пока давайте узнаем у Андрея Русанова, какое оно смешное итальянское кино сегодня. К черту на рога, это представитель совершенно новой волны итальянской комедии. Она большая, студийная, кассовая. И еще и на актуальную для нас тему, как пытаются от честного чиновника непройдохи избавиться, отправляют его на Северный полюс, но там находят свою любовь. Ну, а на сегодня у нас все. Уже через неделю мы увидимся снова, а вы пока заходите на наш YouTube-канал, ведь с нами хорошо как дома. До скорых встреч, счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!